Уважаемые товарищи, вирус папиллома человека на сегодняшний день включает практически более 200 типов, и из них около 15 ассоциированы с развитием злокачественным процессом. Это в основном 16, 18 и различные варианты 30-х и 40-х вирусов. Необходимо отметить, что практически в 91% случаев вирус папиллома человека элиминируется в течение двух лет. И в тех случаях, когда персистенция затягивается больше, чем 12 месяцев, то именно у этих пациентов риск развития предрака или рака полового члена резко возрастает. Необходимо также помнить, что ассоциированные злокачественные образования с вирусом папиллома человека включают в себя такие, как рак шейки матки, рак вульвы влагалища, рак анональдного канала, орфорегиальные раки на образование головы и шеи, рак полового члена. И если мы говорим о раке полового члена, то, с одной стороны, вроде бы заболевания не так часто встречаются, в общем-то редко, а с другой стороны, это заболевание органа, которое, в общем-то, постоянно находится на виду у пациента. И тем самым вот этот парадокс подчас и необъясним тем, что мы встречаемся в клинической практике именно подчас запущенными заболеваниями раком полового члена. Необходимо сказать, что до 30-50% случаев рака полового члена имеют четкую связь с вирусом папиллома человека. При этом из них 68% ассоциированы с 16-м типом вируса, 8% с 6-м типом и 7% с 18-м типом. На сегодняшний день одним из основных вариантов профилактики рака полового члена и связанного с папиллом вирусом папиллома человека является первичная вакцинация. И на сегодняшний день в России зарегистрированы 2 варианта вакцины – это бивалентные и квадривалентные вакцины. Наибольший интерес, безусловно, вызывает нановалентная вакцина, которая пока не зарегистрирована. Тем не менее, именно в отношении этой вакцины наши, в общем-то, наибольшие надежды связаны. Ибо по данным исследований, вот эта вот нановалентная вакцина связывает 90% наиболее патогенных вариантов вирусу папиллома человека. Тем самым достигает максимальную эффективность при вакцинации. Необходимо сказать, что отношение вакцинации в плане как профилактики риска развития рака полового члена неоднозначно в мире. Так, в частности, американская ассоциация онкологическая говорит о том, что вакцинация наиболее эффективна, когда выполняется детям в раннем возрасте, с 9 до 12 лет. Пациенты, не вакцинированные и не получившие дозу вакцины, дети, а также взрослые, 13 до 26 лет, должны вакцинироваться как можно скорее. И эффективность вакцины у взрослых ниже, чем у молодых пациентов. Эта же ассоциация не рекомендует вакцинацию лицам старше 26 лет, хотя, в общем-то, отмечается, что эта категория пациентов также вакцинируется. Тем не менее, данные, которые говорили бы о том, насколько эффективна вакцинация в плане профилактики развития рака полового члена, таких данных нет. Опять же, британский комитет вакцинации на сегодняшний день рекомендует вакцинацию как у девочек, так и у мальчиков, то есть практически независимо от гендерной принадлежности. Если мы говорим на сегодняшний день о других вариантах профилактики рака полового члена, то в первую очередь это, как я уже говорил, предотвращение вакцинации, плюс предотвращение раннего начала половой жизни, ограничение количества половых партнеров, использование презервативов, выполнение циркумцизии. Что касается циркумцизии, то, опять же, отношение в католических странах к этой операции неоднозначное. Католики многие действительно категорически отрицают выполнение такой операции в плане профилактики риска развития рака полового члена. Предложены даже различные модификации циркумцизии для католиков. Тем не менее, на сегодняшний день четко установлено, что циркумцизия в раннем детстве достоверно приводит к снижению частоты развития рака полового члена. Избавление негативной зависимости. Также отмечено, что в тех, кто курит, риск развития рака полового члена в 4,5 раза выше, чем в группе некурящих. Также достаточно много описано исследований в плане образовательных программ, которые позволяют не только снизить риск развития рака полового члена вследствие улучшения личной гигиены, но в том числе и вследствие того, что люди обращаются именно с ранними проявлениями заболевания полового члена к врачу. Тем самым именно риск уже, как можно сказать, вторичной профилактики рака полового члена позволяет снизить развитие рака полового члена в дальнейшем. И, как я уже говорил, лечение фемоза и хронические дерматозы у пациентов позволяет снизить развитие рака полового члена в этой категории групп. Так, наличие фемоза повышает риск развития рака полового члена в 7-10 раз. И, безусловно, это относится не только к группе детей, когда риск от фемоза развивается чаще, но и к группе пожилых, там, где фемоз развивается вторично вследствие сахарного диабета. И эта группа также должна подлежать активному хирургическому лечению. Невыполнение циркумцизии в детском возрасте повышает витрорядность развития рака полового члена в 2 раза. Кроме того, выявление и лечение предраковых состояний, таких как эритроплазия Кейра, приводит к снижению развития рака полового члена, что также необходимо помнить. Таким образом, можно сказать, что именно первичная вакцинация, улучшение формирования здорового образа жизни, а также выполнение циркумцизии и лечения предраковых состояний позволяет на сегодняшний день резко снизить частоту развития рака полового члена у пациентов. Возвольте заключить мой доклад. Следующий вывод, что большая часть случаев рака полового члена ассоциирована с вирусом папиллома человека. Наибольшую роль в развитии рака полового члена играет вирусы папиллома человека высокого канцерогенного риска. Это 16-18 типы. Современные ассоциированы позволяют прерывать практически полный спектр канцерогенных типов вирусов папиллома человека, тем самым предотвратить развитие значительного количества случаев рака полового члена. Коррекция факторов риска позволяет снизить риск развития рака полового члена. И вторичная профилактика, направленная на раннее выявление и лечение предраковых состояний, позволяет остановить прогрессирование заболевания. Спасибо, внимание. Спасибо большое, Сергей Борисович. Мы полностью исчерпали время и повестку. Еще раз хочу всех поблагодарить. Мне кажется, состоялась достаточно интересная секция, потому что рак полового члена редкое заболевание, и говорим о нем чрезвычайно редко. Но при этом заболевание чрезвычайно агрессивное, тяжело протекающее. Это больные, у кого заболевание прогрессирует, несчастные люди, с тяжело текущим опухолевым процессом. И поэтому ранняя диагностика, раннее лечение, она возможно, необходима. И я думаю, что, конечно, создание таких центров и накопление пациентов является достаточно важной задачей. Поэтому всем еще раз спасибо, кто участвовал в наших сессиях.